здравствуйте зрители моего канала сегодня у нас парфюмерное видео я вам покажу пустые флакончики от ливантиков и парфюма которые у меня закончились за этот период что я вот последнее видео снимала покажу что у меня было в использовании но естественно покажу пополнение своей парфюмерной коллекции потому что говорить о том что больше парфюм я не собираюсь покупать это бесполезно все равно что-нибудь да куплю о пустых флакончиках я думаю снять промежуточное видео где-то в июне чтобы подвести итоги так скажем за 6 месяцев ну и такое вот полноценное видео о всех флаконах за год будет наверное в декабре потом пустые флакончики я выбрасываем давайте посмотрим что у меня закончилась у меня закончились ароматы природы от бракард это липовый цвет и флоксы новинка прошлого года я их использую для ароматизации помещения для ароматизации квартиры мне нравится потому что носить их на себе я не могу в любом виде не все ароматы из этой линейки мне подходят и нравится и они слишком монотонные я знаю что девочки носят и на себе но для меня это слишком монотонно слишком как сказать не долго играющие потому что но это на два-три часа а вот для ароматизации помещений подходит и не очень хорошо липовый цвет и флоксы мне понравились не сразу потому что ожидали все таки что липового цвета будет больше а здесь аромат чисто цветочный но чем мне нравится ароматы природы тем что они передают очень натурально ноты которые здесь заявлены аромат у меня был в использовании долго с момента покупки и выхода новинки это месяцев 7-8 наверно я обычно если беру в использование аромат природы я его использую до тех пор пока он мне не закончится поэтому каждый такой флакончик это уже как бы претендент на пустые флаконы месяцев 8 точно у меня был в использовании следующий аромат который я взяла это аромат природы ландыши кукушкин клевер этот аромат уже более зеленый но когда он только пришел ландыши здесь были довольно жесткие такие как знаете старая школа такая парфюмов сейчас они звучат намного мягче не так ярко зелено и вполне приемлемо я подумываю о том что нужно в запас взять какой-нибудь аромат природы потому что я не люблю так чтобы вот один флакон взяла и в запасе ничего нет я хочу точно знать что у меня есть и я в последний момент не вспомню о том что у меня что-то закончилось не побегу искать вот думаю взять один из своих любимых ароматов либо тюльпан и мимоза либо черная смородина и мята что-то из этого пригляжу и возьму посмотрю где по каким акциям можно вкусно купить аромат вот здесь он у меня в использовании уже видно что хорошо в использовании но это тоже претендент на пустой флакон потому что буду использовать до тех пор пока флакончик не закончится закончила я отливаем теки и вот знаете не помню в прошлом видео я вам показывала что у меня закончился вот этот отливан 10 миллилитров белорос от ампер это арабский парфюм я его не покупала я его выиграла в конкурсе уже не парфюмерные истории аромат хорош если вы любите моно розу здесь болгарская красивая роза я с трудом использовала этот аромат не потому что мне не нравится роза потому что аромат мне напоминал одушку уходовой косметики болгарская роза вот если бы не такое стопроцентное попадание либо уходовой косметики по одушке либо парфюма а я бы может быть вы купила флакон 100 миллилитров но понимаю что я его просто не использую потому что эти 10 миллилитров я с трудом освоила и с одной стороны это красиво с другой стороны не хочу чтобы у меня были ассоциации парфюма с уходовой косметикой последние уже распыление использовал там на шторы на все что угодно лишь бы флакон закончить вот следующий аромат который закончился девочки спрашивают где я брала вот такие 8 миллилитров отливантики на рандеву ссылки я вам оставлю не потому что это реклама потому что для меня для меня на данный момент это самый приемлемый вариант разносить ароматы и решить нужен он мне или нет слепую покупать конечно можно если это выходит бюджет на там тысяча полторы но не всегда попадаешь с ароматом и одно дело освоить 8 миллилитров аромата который не очень нравится другое дело думать что делать с тридцаткой вот это сальваторо феррагама синьорита леганза я его тестировала в литуале он у нас представлен все виды и мне аромат в литуале нравился на блотере возможно смешался с каким-то другим ароматом нету здесь грейпфрута нету здесь этой вкусняшки насколько я помню что тут грейпфрут должен быть для меня какая-то размытая акватическая альва и я не пойму откуда она здесь взялась потому что она здесь не заявлено аромат мне показался невыразительным не стойким мне чтобы почувствовать даже что-то в этом аромате приходилось наносить 5-6 распылений на себя но чтобы вот хоть отдаленно что-то там прояснилось освоила я 8 миллилитров с трудом освоила я 8 миллилитров вот но хорошо что не купила флакончик 30 миллилитров потому что не знала бы точно что с ним делать но вот как-то так любви у нас не получилось отливантик я оформила вот как раз по поводу отливантов 8 миллилитров девочки спрашивает это много или мало иногда много когда аромат не нравится или когда аромат очень стойкие даже нравится но он стойкий его больше просто одного распыления не нанесешь а когда-то его не хватает и тогда вот уже покупается флакончик что я еще использовала у меня сестра привозила отливан клоэ скорее всего это реплика потому что ссылку она мне так и не скинула и я брала у жени парфюмерной истории я с ней осталась потому что у нее можно взять отливанты познакомиться у нее можно взять остатки во флаконах если вам важен флакон но не важно количество парфюма который в нем осталось это фрагранс вор тоже клоэ аналог на клоэ что здесь у меня получилось я их пробовала носить по отдельности потому что здесь очень красивая нежная роза но совершенно не стойкая то есть я наношу минут 20 парфюма уже как будто на тебе вообще нету а у арабской версии здесь по стойкости конечно все намного лучше но ужасно напоминает стиральный порошок одно два распыления и на тебе как будто свеже постиранная рубашка когда-то переложила порошка стирального я не знаю как звучит оригинал но я миксовала это два аромата и в принципе вот этих 5 миллилитров но на пару это 10 мне хватило чтобы поиграться и понять что флакончик от фрагранс ворд я не хочу флакон очень красивый он повторяет полностью оригинал но увы любви нас не случилось не люблю слишком такие вот одушки чистоты мыло порошка и так далее я их миксовала потому что этот вариант добавлял цветочности а этот вариант добавлял стойкости и вот это миксование оно получалось как бы более носибельным вариантом но я их закончила и в принципе и и слава богу потому что любви опять не сложилось поэтому я в принципе и перешла большей частью на отливанты чтобы попробовать аромат и решить нужно мне это или нет флакон ну можно еще купить так здесь посмотрите что у меня за перестановки джумалон пион и замша ждет своего часа я его хочу попробовать летом парит ужасный флакон я его брала на сайте совместных закупок а я им не пользуюсь вот так вот он зимы уже испарился ну пару раз я распыляла вот и я надеюсь что чуть-чуть еще ему осталось до тепла и я его разношу от ливантиков от трендово у меня осталось восемь пока ничего не покупаю хотя я себе говорила что если чтоб коллекция не разрасталась могу позволить себе 12 ливантов но решила что у меня набралось уже столько парфюмов если два месяца назад у меня еще было мало летних вариантов сейчас их достаточно можно отдельное видео снимать поэтому пока с клевантами приостановила хотя в избранном у меня лежат парфюмы которые я хотела либо повторить и разносить потому что когда-то какая-то вариация у меня была либо попробовать что здесь есть из того что я носила здесь элизабет арден 5 веню выбор у меня стоял либо взять 8 миллилитров на рандеву попробовать их и либо купить 15 миллилитров не 30 миллилитров по стоимости они практически одинаковые 8 миллилитров у меня вышли 1000 рублей 30 миллилитров вышли бы полторы тысячи но плюс доставка но хорошо что взяла 8 миллилитров видите здесь какой расход они для меня однозначно пойдут на холодное время года и я точно ими буду пользоваться но они меня ужасно душат я пробовала их на работе потом еще несколько раз и здесь липа очень явственно и красиво выглядит но ее слишком много это вот знаете она меня придушила на женщин конечно не понять потому что в ароматах природы мне липы не хватало было много флоксов а здесь липы чересчур много но я заметила что когда аромат уже усаживается успокаивается и не звучит так ярко как в первые минуты я получаю на него комплименты и сама от себя чувствую что это звучит красиво это звучит красиво но вот этот старт и какое-то время после старта мне нужно пережить вот эти первоначальные ноты когда он успокаивается уже он звучит конечно красиво может быть когда-нибудь я дорасту до 30 миллилитров но пока вот 8 миллилитров мне вполне достаточно следующий аромат который я носила носила совсем недавно это Estee Lauder Pleurier Intense вообще Estee Lauder у меня я уже говорила в прошлом видео это открытие моего этого парфюмерного года я даже не ожидала такой любви потому что это единственные парфюмы которые я хочу задублить в более больших таких объемах мне конечно больше нравится классический пляже здесь нужно пережить мне только ландыши но они звучат ну минуту-две после распыления потом это очень вкусно Intense конечно он более интенсивный раскрывается немного по-другому тут зеленые нотки у меня где-то минут 20 но благодаря вот этому варианту Пляже Intense я полюбила зеленые ноты они стали для меня носибельными потом он раскрывается для меня почему-то красной смородиной не знаю откуда у меня ассоциации с красной смородиной потому что здесь их нет здесь вообще ягод по-моему нет они заявлены в пляже классическом но аромат мне нравится одно-два распыления я просто испытываю полный восторг все время пока чувствую аромат аромат долгоиграющий аромат шлейфовый и с одежды вплоть до стирки будете одевать одежду я если первый раз на одежду нанесла два распыления дальше я освежаю аромат одним распылением на следующий день если я опять одеваю эту одежду потому что аромат стоит он есть его чувствуешь при одевании при движении вот когда одеваешь при движении немножко не по-русски выразилась вот и это красиво это красиво и это два аромата которые я приобрела в этом году и на которые я смотрю и понимаю что я их хочу задублить даже с тем что они будут использоваться одним распылением и это на века 100 миллилитров я хочу хочу я уже подглядываю скорее всего дню рождения своему я куплю в единственный нетронутый это лолика метис потому что для меня это аромат на верхнюю одежду зимой вот тогда это красиво звучит я его оставила совершенно не боюсь потому что девочки мне задавали этот вопрос у меня еще не один пробник от рандеву который стоял я сестре отдала самый старый давнишний пробник они не парят вот поэтому я все таки покупаю там рандеву можно ругать за много что но не за отливанты следующий аромат который я носила вот так вот половинка наверное да от 8 миллилитров это trussardi sound of donna мне в литуале он показался более ягодным а здесь чем он пахнет я не знаю я его ношу я его от себя чувствую но никак не могу определить чем мне пахнет но запах конечно такой довольно яркие стойкие обновлять его не надо я наношу два распыления но так скажем любви опять не случилось то есть покупать полноразмерный флакон у меня желание не возникло вот но эти 8 миллилитров я периодически ношу вот с одной стороны вроде неплохо но с другой стороны чтоб вот так вот прям мне захотелось купить хотя бы 30 миллилитров такого нет но это конечно до конца я использую что я еще носила вчера одела dolce blue jasmine до сих пор не понимаю почему он blue jasmine здесь все просто у нас по моему jasmine инжир третье не помню что кедр не кедр могу ошибиться но ноты здесь не сильно вот такие не сильно много их по моему три заявленных не знаю почему jasmine jasmine мне вообще не пахнет пахнет таким жирненьким инжиром даже чересчур жирным молочным не смотрите что здесь много как бы использовано я его в прошлом вчера буквально только одела на себя пару раз тестировала на блотерах и так воздух распыляла я делала отливан сестре она приезжала чтобы она прикоснулась к прекрасному аромат не стойкий абсолютно от слова совсем я не знаю за что просят такие деньги потому что водичка химозит прям сильно такой химический какой-то аромат понятно что он искусственный и мало приближенный к натуральному звучанию ну вот у меня такие ощущения сладкая вода он мне напоминает знаете шанситу аквадульче нежную там хоть и заявлены большой букет такой столько нот но для меня вот когда я ее купила она была просто как сладкая водичка никакой ноты там особо не выделялось вот хочу сейчас протестировать потому что вот с момента покупки она стоит я ее не трогала вдруг она ну это новая заря она по идее чем дольше стоит тем лучше становится в общем что я буду с этой дольче делать я не знаю с этим блюжасмином потому что потому что стоит просто для красоты флакон красивый мне нравится вчера на себе попробовала носить не скажу что это вкусно что это красиво молочно инжирно близко сидящие недолго часа два дальше все даже от одежды он не пахнет не знаю что с ним делать но вот есть взяла он вышел мне по моему две тысячи или полторы тысячи нет я заплатила три пятьсот полторы тысячи кашбеком вернулась две тысячи вышел мне заказ ну в общем не понимаю за что я отдала деньги потому что ну совершенно это не красиво не вкусно не стойко непонятно но в коллекции есть следующий аромат который тоже был куплен вслепую на рифгош была акция как всегда многим все поудаляли флакончик фурлы аутен аутентика по моему правильно называется мне вот нравится фирма написана аромат он на коробке коробку я не доставила поэтому если неправильно назвала то извините розовый флакон в общем здесь 100 миллилитров взяла я его по скидке за тысячу с копейками по моему нескольким людям только пришло по доставке дальше всем отменяли но вы видите что от 100 миллилитров я очень хорошо использовала аромат я им пользовалась дома здесь очень красивый пион я надеялась на то что он хотя бы отдаленно будет похож на эстелаудер пляже но здесь он более воздушный более легкий близко сидящий если пляже это все таки оставляет за собой след здесь вы никого ничем не потревожите вы будете чувствовать его только от себя но нужно сказать что он конечно со временем близко усаживается но довольно стойкий то есть на следующий день от одежды его чувствуешь и распыляешь еще но уже как бы освежить аромат единственное флакончик очень пачкается то вот здесь то крышечка но я довольна это была покупка вслепую чисто по нотам я довольна что я его приобрела он мне немножко по домашности потому что я его дома ношу но можно его одеть в офис если вы не одна сидите в кабинете несколько людей мне напоминает моновиденс от и фраше именно в старом исполнении в новом это прокисшие мандарины ноты здесь совершенно разные но вот по звучанию по старту они очень похожи они как бы в одном направлении идут вот и я дома зимой ношу верту и в более теплую погоду вот моновиденс и фурла очень хороши хотя фурлу хочу прогулять и выгулять на улицу посмотреть как она будет звучать на воздухе так это ароматы которыми я пользовалась в этом месяце так трусарти меня от себя надо убрать потому что кроме него я сейчас ничего не чувствую так достала шанситу стоит она довольно долго это у меня новая заря вообще новинки у меня от новой зари я купила себе алиану потому что вчера проходила мимо бутика пройти мимо бутика не купив парфюм это просто невозможно я взяла алиану потому что ее можно носить сейчас но мне очень понравилась русская красавица я хочу ее вернуть в свою коллекцию она просто замечательно звучит я понимаю что это осенне зимняя история но так как парфюм новой зари нужно постоять я в понедельник опять буду там проходить и скорее всего русскую красавицу и возьму я все таки настаиваю ну можно взять на вальберис но не знаешь что возьмешь потому что тут самару новая заря как вам сказать грешит тем что разливает во флаконы не то что заявлено а уж свальберис не знаю я все таки хочу купить бутике то что протестировала то хочу и взять давайте начнем со старинки то что у меня давно стоит это шансит аквадольче нежная вода меня спросили что такое дух духов дух духов это компания говорит о том что это аналог не реплика а аналог то есть парфюм в направлении какого-то известного парфюма в данном случае мы видим одну из разновидностей шанель вот насколько это похоже я вам не могу сказать я шанель не дружу для меня некоторые ароматы чересчур шипровые и мужские уж извините ну вот шанситу взяла и она мне понравилась пробники я понимаю что это не стойко что это воздушно что это не так ярко как бы хотелось я ее взяла на лето но когда она пришла для меня это просто сладкая вода хотя заявлено по нотам я здесь старую тетрадку свою нашла могу вам сказать грейпфрут альва гиацинт фиалковый корень жасмин амбра мускус и кедр ничего вообще по приезду я не слышала стоит она у меня давненько уже несколько месяцев точно ну вот не знаю и ее конечно надо пользоваться может еще месяц дать ей начать пользоваться в июле августе но пока вообще ничего она стала правда менее сладкой но более такой свежей цветочной ну и какой то немножко такое знаете размытой акватической но все-таки то что вот парфюм стоит это идет им на пользу это не так приторно как я ее купила когда она пришла с дороги нежная вода совершенно но вы знаете вот из всех заявленных нот что я вам сказала я здесь даже альву не слышу вот здесь она была для меня поярче хотя и не заявлено а здесь что-то такое однородное свеже сладкое но не приторное так слегка сладкое я наверное шанситу поставлю еще на месяц и достанем мы ее в июле может тогда нам начнет звучать если не в июле не в августе мне не понравится я ей дам шанс и открою следующим летом возможно то что она больше года постоит будет все-таки лучше пока нет пока не беру так что я взяла алиану из новой зари ну кроме шанситы мне очень нравится знаете во первых я рекомендую взять пробники для разнашивания вот такие вот пробники есть распылителем есть сплэш нанесением но все-таки лучше пробники сейчас к этому парфюму мы вернемся потому что достаточно их для разнашивания у них есть 2 миллилитра есть 4 миллилитра я рекомендую переливать из пробирок в распылитель и пробовать с распылителем потому что исправить бирки на помазом так скажем сплэш нанесением он вам может нравиться точечно как только купите спреем эффект может быть совершенно другой значит что я хотела себе парфюмерную коллекцию это жизнь прекрасна у меня есть 16 миллилитров аналог на ланком лавиэбель алиана это аналог на парк рабан олимпио и русскую красавицу ее как бы сравнивают с миднайт пуазон миднайт пуазон я не застала его сняли с производства когда я увлеклась парфюмерией но сам аромат очень красивый я вчера в бутике протестировала все то что мне было интересно я попробовала клемма я попробовала кузнецкий мост еще какой-то парфюм но я вам хочу сказать что вот есть такая вот нота раздражающая в новой заре когда ты даже при слепом тестировании можешь сказать что это новая заря только ты не знаешь какой парфюм вот что-то такая нота какая-то одинаковая какая-то которая перекрывает все ноты заявленные в парфюме мне вчера консультант говорит ты что вы в клемма и кузнецком мосту они совершенно друг от друга отличаются там ничего общего нету а у меня есть это вот когда девочки говорят эйванские ароматы для меня например там ароматы эйваны извините неправильно сказала для меня абсолютно одинаковые какая-то общая нота вот вам хорошо вам повезло когда вы их не чувствуете а когда чувствуешь понимаешь что пользоваться не можешь я вот с этого бумажного блотера я только и делала что знаете попробую аромат пошла выкинула попробовала блотер выкинула пробовала выкинула не могу не то и вот из новой зари я вам хочу сказать что в коллекции останется алиана русская красавица и жизнь прекрасна потому что эти три аромата для меня выделяются на фоне всего остального а все остальное какое-то одинаковое и я с этим ничего сделать не могу и вчера когда я брала алиану я немножко не поняла консультанта у нас бутик есть знаете в плане чего она говорит ну вы сейчас сушили шлейфовые ароматы крема кузнецкий нос русскую красавицу а олимпия это же так на 3-4 часа мне всегда хочется у консультанта спросить ты меня отговариваешь покупать или что я брала в пробнике я брала в пробнике пробник сносила с удовольствием и вы знаете я вчера купила и когда покупаешь новый парфюм первое дело что ты хочешь сделать правильно ты хочешь его нанести ты хочешь его разнашивать носить и так далее я специально вчера перестирала всю свою одежду чтобы убрать следы прошлых использований парфюма потому что сейчас хочу пользоваться алианой я взяла 50 миллилитров есть флаконы 16 миллилитров но они в общем как отличаются по цене 16 миллилитров в бутике стоит 900 рублей 50 миллилитров 1200 или 1300 ну где-то примерно в случае я конечно понимаю что можно взять на вальперис но в слепые кошки мышки играть не хочется я лучше куплю в бутике чтобы не было предъявить кому претензии вот что у нас в алиане здесь все то что я не очень люблю они ванильные не люблю ваниль заявлены желтые цветы пудровый аромат в общем по идее здесь не должно быть ничего что меня но мне парфюм в пробнике понравился очень очень я его использовала вчера на себе дома он какой-то уютный он уютный его хочется наносить на себя вот так флакон выглядит но я думаю кирпичики все знают есть вариант подороже но там вариация другая алиана за 2 200 флакончик напоминает оригинал вот я его тоже хочу но наверное попозже вообще от моих хотелок ко дню рождения муж наверно в этот раз сойдет с ума потому что и ближе я хочу и новую зарю я хочу я много чего хочу значит что у нас здесь иланг иланг ланг бергамот грейпфрут ваниль жасмин амброс сандал мускус нету здесь такого душного мускуса от новой зари аромат в меру сладкий но нужно давать себе отчет в том что чем дольше аромат у вас постоит тем насыщеннее слаще он будет потому что это новая заря сейчас она вот только только в использовании она у меня получается звучит как-то немножко понежнее постоит со временем будет звучать пожестче если это имеет смысл это имеет смысл с новой зари у меня значит год выпуска август 23 партия а 539 вот сладко не приторно пока не приторно солено приятно солено как будто кушаешь такую карамельку риску слоноватую конфету очень стойко хоть мне сказала консультант 3-4 часа вы знаете близко 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 на одежде его чувствуешь дольше но я его вчера обновляла потому что хочется опять вот повторить вот это не близко сидящие а вот именно распыление это очень вкусно это очень приятно это очень летний вариант потому что русскую красавицу летом не оденешь она вас задушит под чулями а вот это очень очень приятно мне она очень нравится из всех ощущений это летний аромат потому что немножко напоминает воздух морской по солоноватости свежести единственное что тут добавляется сладость но ваниль здесь не булочная не пекарня а вот вкусно нежная такая ваниль как бы следы ее которая придает немножко сладости этому аромату но не выпирает потому что есть такие ароматы где ваниль прям такая как булочка не люблю ароматы булочки некоторые яды от диор грешат именно вот этими булочными ароматами из-за чего у меня их нет в коллекции но я думаю что минной пуазон если действительно идет в одной параллели с русской красавицей он бы у меня в коллекции был но его сняли этот аромат я носила дома сегодня распылю на себя он уютный он уютный он создает ощущение комфорта такой нежности потому что он не выпирает не напирает никакая нота здесь не колючая ничто из букета не выскакивает но вот знаете есть такие конфеты и риски в брикетах когда она вроде и конфета но не такая сладкая здесь еще добавлена как бы солоноватость неприторно сладко солено вот такая вот карамелька я бы не сказала что это аромат попкорна как многие сравнивают но с другой стороны подождем посмотрим потому что навряд ли я 50 миллилитров этим летом сношу с тем ассортиментом который у меня стоит в шкафу поэтому следующим летом когда он уже постоит можно будет судить об аромате полноценно возможно он и настоится но очень мне нравится я думаю что в понедельник я все-таки прикрупную себе и русскую красавицу потому что мне хочется чтобы он у меня постоял до зимы чтобы раскрылся в полном объеме взяла красную москву light именно в пробнике кто-то скажет что бабушкин аромат у меня действительно красная москва ассоциируется с моей бабушкой потому что когда она в гости к сестре ездила в москву она всегда привозила с собой флакончик красной москвы но красная москва конечно для меня тяжеловато потому что там нота гвоздики и она меня прям так душит конкретно чем хороша красная москва это тем что все-таки я считаю ее нужно наносить точечно не распыляю не представляю как я распылю аромат этот на себя мне кажется он меня задушит я не буду читать вашим вам все вот эти ноты вот я вообще аромат оставлю на зиму и все-таки попробую носить его точечно в прохладное время потому что версия light очень похожа на классическую красную москву но все-таки полегче облегченная такая версия и и как я считаю что это все-таки нанесение точечное но думаю очень вкусно хотя на вкус и цвет товарищей нет у меня ноябрь двадцать третьего года серия а711 красиво между прочим консультант в прошлый раз еще говорила мне в бутике что очень много мужчин молодых людей парней покупают красную москву и красную москву light что на мужской коже раскрывается очень хорошо когда мы с сыном старшим в прошлый раз были он затестил аромат и сказал это вообще класс это вообще вкусно интересно как будет звучать на коже и спросил у консультанта покупают ли мужчины эти духи и есть ли вообще мужские духи она сказала что да именно красную москву сейчас берут именно парни вот ну не знаю посмотрим я тоже хочу но мне кажется что это вот тот вариант красная москва красная москва light когда пробника будет достаточно ну или знаете миниатюрки есть по 7 миллилитров мне кажется там на века вот взяла классика хочется чтобы это было парфюмерной коллекции вот я уберу себе там у меня есть коробочка где хранятся пробники потому что здесь все-таки варианты а хотя может быть оставлю пантера же стоит никому не мешает вот может быть и красную москву что здесь оставить потому что я ее планирую носить ну вот она стоит спокойно все хорошо у нас хорошо она встала на этом в принципе у меня все в инфобоксе оставлю вам ссылки постараюсь на все варианты что я сейчас обсудила с вами постараюсь скинуть ссылки там где я брала где я покупала но чтобы вы максимально купили то же самое что и я все-таки если мы говорим о некоторых парфюмах арабских новой все-таки нужно покупать там где говорит блогер потому что вы можете купить подделку или аромат будет звучать как-то по-другому потому что это другая партия выпуска другой год выпуска это имеет тоже значение на этом у меня все всем всего хорошего до свидания будьте здоровы берегите себя и своих близких прочитать ну все все есть которые будут 해외 их они у